всем привет это дата кофе назову к середине недели я как в том меме это только среда короче я устал сегодня новостной выпуск но я надеюсь на своих замечательных коллег со ведущих которые просто вытянуть этот эпизод потому что я без сил я всю неделю работы вот на этом мне кажется это была последняя моя реплика давайте давайте начнем самая классная новость которая обсуждается и покрылась всями масками это конечно утечки в яндексе почти 45 гигабайт исходников слили в сеть и люди просто развлекаются ища там находя там просто совершенно дикие непотребства я бы наверное не хотела чтобы мой код взял и вылил ну у меня нет таких перлов конечно как там я почему-то пишу скучный код без оскорбления всех кого я знаю и стараюсь алгоритмами там нормально все но тем не менее это вообще достаточно стыдненькая история слушай ты мне как раз напомнила первоначальную причину почему я взялся вообще перекидывать тень немногие фоточки которые у меня были на компьютере на внешний диск потому что почему то не в облаком потому что мне нужно было место то что я начал закачивать эти утечки посмотреть у тебя не было 45 гигов свободно у меня было два гигабайт из 500 свободно короче я не ничего не смог сделать я ужаснулся когда понял что надо что-то куда-то переносить и всю неделю этим занимаюсь понемногу а там весь . но прям лежит то есть там есть гитблейм или нет там не все репозитории но большая часть прямо известных как короче и из того что я читал в любом случае мы на на джене не добьемся никаких инсайтов тут значит инсайдов яндекс переходил на какое-то подобие mercurial если вы помните что это такое svn это да 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 всемирной популярности гита не вместо его не все-таки больший гид не да не не по моему mercurial свин это одно и то же разве нет где могу ошибаться короче накалок них валина и и в освене да это называется аркадия не знаю связано ли это как-то с именами владельцев этого яндекса и короче они вот решили собирать все в моно репо потому что содержать десятки там сотни или сколько них не знаю тысячи проектов разных репозиториях стал супер неудобно вот и вот тот срез который утек он по-моему был на прошлый на прошлое лето по состоянию и 22 года да я сам себе напоминаю какой же год нынче и был прошлый вот то есть на лето прошлого года и там вот те немногие вещи которые в гите еще остались то ли это последнее их состояние то ли это как бы не знаю до сих пор ведется в гите сложно сказать потому что папочки dot git там нет в этих утечках то есть невозможно понять при проследить всю историю но интересно много бы я не добрался собственно до сда самих этих утечек но внутри значит твиттеров внутри телеграммов внутри всяких соц сетей кучи всяких мемасиков входит хороших и не очень больше всего мне конечно понравился чарт в котором говорилось какая-то мировая компания внесла больше всего опенсорса в мировой интернет и это конечно же яндекс это великолепно но это радостно потирает руки делают новый копайлот кстати теперь еще лучше можно писать код или хуже потому что я некоторые примеры видел где люди просто ну плевались ругались и говорили как как вообще так можно писать код были еще по поводу самой утечки кстати чуть в сторону были шуточки наподобие финир спрашивается джуниора типа ну что то там отправил свой код на ревью и вот он и вот он у нас вот как бы говорят ну как и в любом большом проекте а там не то что большой проект а несколько больших проектов да всегда будет и хорошее что-то оптимизированное будет что-то плохое и как бы кто-то где-то не доглядел кто-то намеренно какую-нибудь ерунду там отправил ну мне кажется все как обычно я читала письмо от руководства яндекса открытые которые они писали что им что они поняли свою ошибку и их ошибка но в основном заключалась понятное дело не в том что утечка произошла потому что утечка может произойти на самом деле у кого угодно а в том что не были низкие стандарты кода то есть у них были стыдные переменные стыдный код и они будут как раз повышать уровень своих разработчиков культурный уровень я бы сказала даже не то чтобы уровень разработки который как бы понятно что у каждого свой но неприятные неприятно названные переменные мат в комментариях какие-то поливания по моими своих коллег это но такое себе конечно для для такой крупной компании уважаемый а я вспомнил на одном каком-то проекте в комментариях было написано что я не знаю почему здесь все делится типа и там какая-то константа дальше подтверждение этому невнятное объяснение камиле по телефону вот прям в комментах это не в яндекс проектах других вот еще по поводу утечки ну а весело еще было про слова которыми выдачу различную путина выбрасывали результатов тоже забавно и очень интересно не подпадает ли это под какую-нибудь статью о дискредитации власти или еще чего-то со стороны яндекса в этом случае потому что это же внутри их кода они подразумевают что так интересно там гид выл и ну то есть я не смотрела еще исходники может быть посмотрю но у меня есть какое-то внутреннее сопротивление тому чтобы его рассматривать выложили там код со всей историчности чтобы можно было посмотреть кто ими не спрашиваю да не вот я вот эти точки точки точка гид дот гид вот этой папочки там нет в которой вся история лежит иначе бы она занималась конкретного никого никого конкретного значит не смогут привлечь я поэтому спрашиваю проблем да ну наверное что то можно попробовать сделать я не знаю вообще кстати интересная тема как такие вещи расследовать ну вот допустим в компании произошла утечка и хочется найти того кто это делал как это вообще можно сделать ну то есть наверное сначала нужно определить точную там дату или время на которую срез произошел вот имея у себя но у себя на руках историю все имея наверное можно сравнить можно хорошо считать наверное ну если конечно специально ничего для для путания расследователей не делалось вот следующий момент вот кто именно сливал не очень понятно наверное где-то в гид в гид сервере должна эта история хранится кто клоун запускал ну вот в радио так раз обсуждали типа как как сливали да и бабу по моему говорю что наверняка у безопасников метрики на то что кто-то гид клоун делает они скорее всего есть если кто-то решить и послить просто все подряд репы ну скорее всего это мы засекли то есть наверное все таки некий был продолжительный процесс это опять же это теория то есть можно либо это был без а если растянуть вот кстати вариант заслонный казачок ну да на самом деле говорят что в первом делом ребята постараются отсечь историю с аутсайдерами то есть что это утечка человеческий фактор они будут скорее всего топить за то что это проблема инфраструктуры и это взлом потому что иначе с большой вероятностью всех удаленщиков вызовут работать в офис и будет короче будет кадровый голод ну либо ужесточить еще ложь политики безопасности всегда есть куда их ужесточать надо как сказал один мой знакомый предел абсурд безопасник невозможно защитить систему полностью как бы этого не хотелось ну да глупых взломов ну то есть не будем двигаться быстрее но с опасностями либо медленнее очень медленно да она обкладывая себе кирпичами ну как бы да а еще из интересного в исходниках то что я сама сама не смотрел на мне twitter сказал интересные строчки кода нашли что алиса включается то что мы в общем то все и уже знали алиса включается в какое-то рандомное а может быть и не рандомное время самостоятельно без того чтобы ее просили об этом то есть на самом деле все вот эти вот истории о том что ты едешь в машине с кем-нибудь обсуждаешь а потом натыкаешься на это в предло в предложках это ну как бы нашлось подтверждение и мы кстати этого никогда не узнаем как это на самом деле произошло но не нулевая вероятность что люди узнали из новостей или где-то размышлениях о том что фейсбук например что то такое делает и решили это интегрировать себе такой фич может быть ни у кого до этого вообще не было а послушав решили добавить все прикольно как из из пододеяло подглядывается да 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 тут же я хочу сказать что у нас в гостях напомню прошлой осенью кажется был вадим пуштаев который занимается дата инженерии в марусе и вот в марусе кнопка отключения микрофона физическая то есть если ты отключил микрофон у нее нет возможности подслушать тебя даже если кто-нибудь в вк решит встроить туда прослушку на программном уровне интересно кто-нибудь проверял да конечно ее же вскрывали круто я как раз по поводу прослушки читал версию опять же не знаю эта версия сделана для смягчения общего фона или нет что подобное включение алисы в рандомные моменты времени только в версии для разрабов для дебага да 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 это официальная версия да официальная поэтому неизвестно так все мы будем говорить мне кажется начале этого блока надо поставить аудиоплашку что сейчас будут спойлеры и точнее не спойлер для тех кто уже все это видел можно пропустить там мотайте видео начинается с я бы даже сказал так для тех кто еще не смотрел в исходнике сам да вот тут может могут задержаться спойлеры или подкаст начинается с такой-то минуты еще обязательно плашечку что жени не участвовал в записи данного выпуска и никакой внутренней информации нам не слил как как это проверить нам бы очень хотелось бы а он все замалчил жени мы по тебе скучаем кстати по поводу от кого-то от анонима да да у нас все время есть эти главы в эпизодах то есть по ним можно просто увидеть мы можем озаглавить это типа все что вы уже читали и слышали за эту неделю про утечку яндекс из яндекса или что-то такое но да я хотела только спросить вот по поводу название переменных стыдных и так далее вообще сам сама вот эта штука стыдный название переменных ну мне звучит странно то есть во первых я согласен с динами тоже есть некое внутреннее какое-то сопротивление это читать самому то есть наверх там потому что нет места совершенно диски вот для этого вот но для этого и этот гид уже по-моему развернули где-то в сети можно по нему пошариться ну то есть мне все равно как бы я из этого вряд ли для себя коммитить что-нибудь фиксы да на гитхаб ну да то есть вот но теме про простыдность я как бы подумал с одной стороны наверное если бы я как менеджер это увидел мне нам было бы ну не очень приятно видеть название переменные которые ну крайне полегка с другой стороны если это коммиты десятилетней давности ну я не знаю мне бы все равно было неприятно я никогда только лично я не писал однако же продукт в конечном итоге да это байт код или что там у нас ассамбленная инструкция да там никакой стыдобы точно нет я надеюсь вряд ли кто-то писал а конкретно там кстати я не знаю вот именно про какие-то там непристойности может там переменные джава скрипта были зашел в инструмент разработчик и посмотрел так мл-кейс вместо сна кейса в питоне а да есть такое изгнать из сообщества не знаю не знаю не название класса а в названии переменных очень по поводу стыдности переменных как-то с одной стороны понятно почему да но с другой стороны если бы исходный код никто не увидел никто бы никогда не узнал что это же никогда так не работает ну типа да ты ты можешь думать что ты пишешь только себе там в блокнотик или там еще куда-то а потом когда это становится достоянием общее оружие на стене да все уже как бы чего бы ты не планировал и не можешь никогда гарантировать как мы только что обсудили что даже как бы ты не хотел какие бы инструменты для обезопасивания своих данных кода или еще чего-то не внедрял все равно будут способы это обойти с теми же самыми пиарами вот кто-то допустим написал этот кода кто-то другой ревьюил это то есть этот механизм ревьюинга он же конкретно для того существует чтобы ну типа сделать дополнительную прослойку даже какую-то проверку чек что все нормально то есть либо этот человек не ревьюил либо ревью так что закрыв глаза либо может быть не знаю как как это было устроено я к тому вообще ввел что в принципе наверное увеличивая количество пиар ревьюеров можно наверное стремиться к уменьшению случаев там недохождения какого-то некорректного кода в продакшн но это же ну дополнительная нагрузка риски деньги и растраты не божить и там на каждый пиар 10 человеками ну да и кроме того сейчас сейчас будут в рамках разумного сейчас сейчас им придется что-то делать с этим она кстати а вот можно чат gpt использовать для того чтобы ревьюить чьи-то пиары главное не обучать на этой на этой выборке чтобы потом чат gpt стыдненько не писал ой как интересно мне прям захотелось посмотреть в правилах чат gpt не используют ли они все что ты в него отправляешь своих целей я почти уверен что должно быть такой папара это буквально вот вчера у нас до вчера тебя был большой митинг но это был идем на митинг там нашего большого подразделения и одним из вопросов конкретно от меня был вопрос касательно как раз того а что же мы имеем по поводу security и privacy policy в использовании чат gpt и копайл это вот и был собственно ответ что к сожалению пока у нас нет ли ответа от юристов да ну вот чат gpt есть парочка статей я их никто не добавлял потому что и довольно такие очень юридически ориентированы вот по поводу того что чат gpt он очень не gtpr compliant судя по всему то есть пока не в европе его очень сложно использовать для штатов возможно подойдет опять же для чего использую да то есть туда ни в каком случае нельзя пихать персональные данные пациент вот когда ты говоришь что нельзя использовать ты же имеешь ввиду что нельзя использовать так чтобы кто-то об этом знал вот у нас вот эта новость у нас есть если уж пошла такая переключение я пытался это это слово не использовать потому что у меня чай у нас есть небольшая новость про то что ну все и так знаю что чат gpt есть профессионал версия за 42 доллара ну вот можно стать waitlist я встал waitlist однако когда вот в эти встаешь да там же есть выбор что вы будете с этим чат g5 делать вот и там есть не проходите экзамены в средней школе вот а сейчас следующая новость которую follow-up и которую тоже многие слышали но у нас в подборке нет новость о том что microsoft официально заявила что в азии можно пользоваться инструментами open air основанными на instar g5 то есть чат g5 тогда вот то есть там есть в вейджер уже есть модели типа да винчи которые кстати на open air их можно попробовать вот и когда вот вейджер их тоже можно использовать причем да винчи несмотря на то что это по-моему g5 3.5 она дается только по согласию с и же то есть надо им написать зачем ты будешь использовать не просто так вот а если собираешься почат g5 в индустриальном сеттинге то там огромная форма то есть я вот буквально начал заполнять понял что без высшего руководства и заполнять права не имею потому что там написано красным красным шрифтом выделено если вы собираетесь пользоваться для медицинских данных и для данных банковских каких-то транзакций типа обязательно живите с нами и мы будем типа вместе думать как делать он примес решение то подобные вещи типа ну в общем как мы будем гарантировать приватность данных потому что не microsoft не хочет вляпаться в историю до соответственно не заказчик типа там нас не хочет опыта истории в общем поэтому это это интересно скоро на это будет решение но это интересно но смотри и опять я хочу вернуться к своему поинту это же все из-за того что кто-то узнает что ты собираешься его использовать если ты напишешь что ты не собираешься его использовать для медицинских каких-то вещей но при этом начнешь что такие запросы отправлять ну а если кто-то узнает а конкретно мэр вододатель об этом узнает то это фатально вот это такие потенциальные риски что никакое вот это вот не информированное согласие если так можно назвать не не спасет бизнес-компании после этого от миллиардных я думаю исков ну то есть это совершенно неоправданный риск не лень но я я да я согласен ну короче все пытаются защититься но это все с юридические способы защиты не технически да 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 естественно ну то есть вот у нас есть некий некий дюджелинденс который будет там проведен да вот не знаю айзер завтра подпишем контракт сейджер скажем окей ребята давайте какой-нибудь гибридную модель вычислений то есть мы делаем там чистую комнату да как они там называется да это clean rooms или типа того ну в общем те те решения которые которые предоставляют тебе возможность работать с данными не передавая их полностью собственно провайдера да то есть там какие-то и я уж не знаю как это работает видимо как то что-то основное может быть на этих динамических и шахте по и плоских я вообще в этом не разбираюсь сейчас то есть мы можем какой-то гибридной модели учтения где часть вычислений происходит на premise за часть учтения происходит на клауде вот наверняка что-то такое будет и вроде дюджелиндс дюджелиндс скажет окей это достаточно безопасно там с такой-то вероятностью что мы можем это использовать продакшен вот и это для юристов будет достаточно лучше францем даже не найти в плане того что как мы себя еще защитим кроме как юридически если мы работаем с пациентами новым в конкретном моем случае в плане экзаменов тут конечно другая история да есть никто не узнает ну как бы ну вот тут как раз новость которая которая была у нас в новостях не было но в нашем внутреннем чатике была про то что человек написал дипломную работу с помощью чат gpt и рассказал об этом в твиттере а другой человек донес на него в органы и в учебное заведение я так понимаю сейчас аннулируется ну идет речь о том чтобы аннулировать его диплом пока неизвестно пока неизвестно но речь об этом идет выпустили пока типа распоряжение что запретить использование а таким числом это возможно так не получится сделать да и вот опять таки если бы он не поделился этой историей в твиттере никто бы не узнал потому что там я так понимаю как называется индекс цитирования 80 вернее наоборот не цитирование а уникальности 82 процента то есть это очень уникальный текст только что им тогда надо еще уникальный текст интересные идеи кто-то смог воспользоваться инструментом в правильных целях по моему него же не диплом промт инженера кстати мне кажется как раз он может очень хорошо сейчас работу себе найти то есть благодаря своим изысканием как он использовал чат gpt чтобы подобрать нужные ответы для своих топиков для своих тем кроме этого я еще хочу сказать что в штатах этот же чат gpt это правда не не было скрытой или кем-то заявлен специально проводили эксперимент и чат gpt попросили сдавать экзамены средней школы с чем успешно справился этот чат gpt и собственно тут вот как бы я я не знаю в чем в чем может быть проблема я я понимаю что можно просто из принципа пойти и там отобрать например у этого человека диплом но в целом по всем остальным факторам с чего копировано есть источник покажите где это уже было опубликовано нет покажите где этому этот текст плагиат чего это да этого тоже в прямом виде нигде нет собственно кроме того он потратил очень много часов на то чтобы привести этот диплом в приличную форму то есть там были вопросики там где-то если я правильно понимаю к склонению к спряжению где-то там к логической какой-то штуки то есть он действительно этим дипломом занимался не меньше времени чем те кто писали его самостоятельно тут такое дело что мне всегда будет вопрос когда читаешь любые публикации диссерната удивляешься да то что там люди не пропускают через тот самый великие ужасные кто анти антиплогиатом за эти системы вот и я ее не видел да но те ребят которые в науке работают в россии они угодно это типа нормальное явление ты вот оставляешь получаешь себе циферку все готово вот у меня вопрос больше к тому что видимо кто-то просто не хочет работать то есть никогда текст диплома ну пока ми в моем понимании не был гарантии того что ты это все знаешь есть процедура защиты да где ты должен доказать что собственно да ты это написал ты в этом разбираешься то есть а еще интересно что диплом состоит из двух частей первое это суть диплома да которую скорее всего студент все таки самостоятельно разработал и второе это на 80 процентов называется налей воды и если льешь воду не ты да а ну как бы все водные предложения предложения там у меня была совершенно на тот момент мне не интересная часть этой экономической целесообразность моего диплома да не понятно что это нужная важная часть в жизни но когда мне было там 20 лет я мне это было ну супер неинтересно мне было интересно про технологии про код про разработку и вот с экономической частью я бы с удовольствием отдала на аутсорс от кому-нибудь но это просто не моих принципов было поэтому приходил да ладно тогда можно было отдать весь диплом на аутсорс уже и сейчас это можно сделать вообще за небольшую сейчас можно не отдавая можно просто к чат дюбите обратиться тогда можно было два доллара это дешевле я не знаю расценок я никогда а я не знаю кстати какие цены войти и блин найти расценки текущие я хотел сказать что нам не хватает возможно вот в этом обсуждении или синего вода как человек это работа в академической науке очень долго но по своему опыту я защищал только один диплом в россии это был диплом бакалавра вот и к счастью там требования были такие сильные ну конкретная комическая целесообразность там не было потому что это много наверно не могло быть я честно не помню ну вот а там было налей воды когда писал защищался в германии здесь с этим было намного меньше вопросов потому что обычный диплом даже магистра он выводит тебя на статью скорее всего да то есть статья точно будет написано уголовного кодекса едва ли другие статьи выводят тебя на статью уголовного кодекса вот и или репост с водой было как-то ну и и и практически не было то есть тут нет такого что нужно писать там столько-то страниц да тускасы ей были дипломы по 20 страниц просто людей которые гениальные вещи сделать там пример есть вот это круто ну это круто и там ребята алгоритмисты и там это парень учился тоже давно работает гугле он там какую-то нашел алгоритм какого-то кто вращение ну там я не даже сформулировать не берусь вообще что-то с графами какой-то крутой быстрый алгоритм который раньше был там типа квадратичная сложность она сделал грифмической ну вот ну соответственно да там есть это раскручивается на миллионы серверов это бешеная просто производительность по времени тогда ну вот и вот у таких написал 20 страниц с кодом до с алгоритмом ну нет почему зачем за коротенький алгоритм на самом деле да там он даже печатать код тут никто не заставляет часть ну вот и не печатать код не надо зачем у меня было код вот я только хотел сказать а как же остальная половина тепла можно еще все все матрицы весов для нейросети вывести вообще бог 7 можно без воды обойтись да ну в общем да я тут спал полностью станет человек который это использовал в правильном русле вот и коль скоро может доказать что эта работа которая он сделал то есть он понимает о чем то написано сомневаюсь что там есть какие-то вопросы а вот интересно кстати вопрос а лежит ли на нем бремя вот необходимости доказать что это он сделал но по стандартам научной работы да каким образом кроме как защита какие-то новые возможно какие-то новые идеи привнес да там в науку в отрасль там еще куда-то он показал свое видение теперь кто-то должен доказать что это не его видение ну то есть и наверное наверное с точки зрения юридической можно в качестве доказательства взять его же пост его же скриншоты в которых он говорил что это не я сам но но как бы не я сам в каком ключе то есть он кому-то отдал на аутсорс это кто-то за него сделал а кто вот вот этот момент вот этот момент в законе есть да это называется воровство интеллектуальная собственность потом закон сформулирован да то есть это конкретно там за подделку не знаю справки медицинской да люди получают административный срок вот западил западила диплома и я думаю ну что-то приближенное вполне может быть она но это же не подделка давай давай раздел разделим эти две вещи написал а кто но если доказано если доказано другой человек а нет мы так можем где грань то есть если ты пользуешься спеллчекером то это ты написал или нет ну я к этому и веду а если надиктовываешь свой диплом это ты написал или нет но если я если дали диктовываешь имя и я на честь и рассказать людям которые не знают что за книжка то получается что я обману систему но буду в рамках системы ну как бы прав погоди погоди да вот тут интересно права на какие-то пародии на видоизмененные произведения они в зависимости от лицензии могут либо оставаться у изначального автора и правообладателя либо переходить к создателю этого вторичного произведения и и вот тут наверное еще лицензионный вопрос я очень сомневаюсь что но наверное есть какие-то специализированные суды которые разбираются во всяких типах лицензий но но в целом как бы ну вот я взял допустим вот как ты говоришь книжку прочитал и сделал на нее обзор я описал там сюжет этой книжки но я не использовал те самые слова которые использовал автор ну за редким исключением наверное я передал сюжет но не использовал ту же самую речь те же самые как бы лексические единицы разве это не мое произведение в данном случае на самом деле если смотреть на политику лицензирования то если брать стандартную лицензию apache не помню как она там называется так а также называется пары пиво чат gpt отлично мне может разработчиком чат gpt справедливая плата а вот это может быть сложно если если докопаться до корней там и все библиотеки и прочее что использовали а там сплое gpl можно разориться мне кажется на пиво до но и 42 доллара вполне себе неплохой набор пива но не так одну зависит от того же от цели же наверно я кстати не изучал лицензионные соглашения за эти 42 доллара что-то включено и что я могу с этим делать дальше могу ли ну в общем я к тому что там занимаясь наукой да я конкретно подписывал что-то вроде кляртова гиппократа такая бумажка что я обязуюсь в будущем придерживаться там принципов как-то называть гуманизма гумда ну грубо говоря гуманизма и правильной научной практики то есть там не убей него вы все такое вот то есть там ты пишешь стаешься сам или с авторами то кажется авторов в общем ты держишься в рамках на нормальных каких-то там научных практик да я так понимаю что как и в случае этого диплома наказание за их нарушение можно сыграть потом то есть если выяснится что я эту статью кого-то спер или кто-то мне там кто-то другой человек описал это нарушение ты самый вот этого документа с моей подписью доказать это ну наверное довольно сложно действительно если я сам себя не говорю и начнут привлекать даже есть сам себя говорит надо еще доказать что это было правда наверное тогда в общем не знаю кто работает но можно же в любой момент суде сказать что это я пошутил я не знаю как работаю честно вообще к тому что если парни лишь от диплома несмотря на то что он обладает этими знаниями которые там написано то это прям очень неприятный казус вот собственно но я думаю это не помешает ему действительно найти работу ну да он очень быстро сориентировался и сделал диплом на новейшей технологии которая явно опережает учебный план это да кстати знаете ли вы на какую тему написал диплом потому что я у меня эта информация прошла мимо меня если это что-нибудь из айти инженерии то кажется что можно ему еще и балл накинуть не вроде бы это не айти а что бывают другие специальности давайте подкастер это профессия на какую тему был диплом у кого-то если ой это очень забавно я могу рассказать про свой а значит у нас у меня специальность называется прикладная информатика в экономике и на самом деле большую часть времени мы думали гадали разрабатывали различные системы для бизнеса вот прикладные всяческие учет ерпи системы разбирались как работают 1с и сап и на них что-то пытались сделать параллельно с этим при этом были и там какие-то курсы и по ассемблеру по си шарпу еще какие-то visual basic был о боже да зачем я это вспомнил вот так вот что самое интересное интересное заключается в том что посмотрев на все то что планируют делать мои однокурсники а это было в основном какое-то приложение на 1с платформе я понял что это мне совсем кажется скучным не интересным и а в этот момент я я должен признать ну когда-то мир должен был об этом узнать в этот момент я заинтересовался php вот и но все мы там были все признаемся нет-нет меня не было у меня были другие стыдные ну вот и короче мне стало интересно я спросил а можно я просто на php напишу в этот же момент я познакомился с майские ели даже какие-то статьи в какие-то журналы писал по поводу майские ель вот эту флешбеке сейчас вывел на флешбеке ты мог вот и короче в итоге так и получилось я написал какую-то систему я не помню что это было за система операционная но смысле не для компьютера система для операционного учета то ли техники то ли чего-то но вот я мне стало скучно на 1с писать я делал это все на php mysql там еще что-то предпочем это был plain php без всяких модных фреймворков и прочего все успешно получилось меня много спрашивали а зачем это надо и в тот момент когда я смысле на защите в тот момент когда я делал анализ того что есть на рынке в этот момент в тот конкретный момент подготовки получилось что не было каких-то автоматических систем а моя была еще с каким-то агентом который устанавливался на клиентские машины короче он мог передавать информацию в эту единую базу о том чтобы делать инвентаризацию короче получилось вот так я не знаю ну сейчас как бы по прошествии лет я на это с улыбкой только могу смотреть мне кажется это какая-то бесполезная не бесполезная балалайка какая-то но в тот момент мне казалось это очень крутой идеи и очень мне доставлял конечно удовольствие что я делаю что-то что-то по другому вот 1s я как бы ну с университетских пар не люблю и и никогда не работал с ним и я не знаю я не говорю что это плохо в принципе весь куча классных специалистов которые работают именно в этой отрасли но но лично для меня как бы вот дорожки разошлись еще с времен универа и и все вот такая такая интересная история а у меня был ну собственно училась я на разработчика там сложное название типа инженер автоматизированных систем и чего-то чего-то я уже сейчас за прошедший лет не помню я в тот момент делала на заказ систему ситуационных карт основана на гисе для мвд татарстана и собственно я и защитила и все было хорошо но сейчас когда я вспоминаю свой код это конечно мне конечно за него стыдно и я думаю что это нормально когда тебе стыдно за код очень старого тебя но тем не менее я бы сейчас это все переписала конечно же но но тему оставила бы да нет нет конечно нет не думаю что у меня будет второй шанс ма да ты ты это начал тебе это и заканчивать но я предлагаю перейти к следу к следующей новости нет уж скажем так у нас есть слушатель подкаста мой бывший сокурсник вот жене тебе привет я надеюсь мы позовем как-нибудь в гости поговорить про дотнет но поглубже вот и в жене мне очень часто говорил мы возвращаясь с университета домой регулярно довольно поздно часов 9 вечера потому что мы ходили на английский часто и он не спрашивал только хороший вопрос зачем я так много учусь если я не буду этим заниматься никогда в жизни вот заниматься мы были прикладная математика у нас специальность вот соответственно много математики и много еще того чего что действительно когда по моему не пригодилось я видел только мем вот еще один день когда мне пригодились интеграл а вот однако мне это гола пригодились то есть все же мне удалось как-то это реализовать потому что я был в полной наивной уверенности что прикладная математика мне понадобится я смогу типа это монетизировать как то вот это все цели полагания но это было очень наивно очень наивно то есть когда же не уже работал получал хорошие деньги разработчикам одним курсом я зачем-то делал очень много наверное бесполезная активность но говоря уже о дипломе у меня диплом просит был только бакалавра и это была тема еще даже могу воспроизвести наверное построение критерий группирования данных рау ропсона никулина собственно все вот такая тема это связано стать со статистикой то есть у нас есть в статистике критерий типа хи квадрат если кто-то помнит и там нужно данные разбить по ячеечкам по бакетам вот и там применяется стратегии просто равномерные бакеты и там иногда по-другому чуть-чуть есть оптимальное группирование для критерия чтобы типа вот если мы об это сделаем время на какой-нибудь и что такое нам нужно это распределение там знают там юзеров по юзера которые в игру и там бегают больше пяти часов не знают в неделю больше трех часов ну что такое вот и мы потом пытаемся сравнить как и динамика поменялось что-то такое может делать для этого нужно эти данные там как-то правильно раскидать по бакетам до чтобы статистика была достаточно доверительный так скажем вот все равно там есть всякие доверить интервал это подобная вещь вот это один из критериев где нужно было искать оптимальное копирование данных и о боже у меня был распечатанный код одна страница ровно кода нам apple вот на тот момент как бы у меня с гуглом и с его наличием по-моему было вообще плохо и знаю тогда угли ли я что-нибудь или нет наверняка да но это было очень наивное гугление вот или яндексение я даже не помню или рамблер вообще рамблерение когда это не мое слово не для моей дикции и мне никто тогда не сообщил что парень есть matlab где вот оптимизации задачи решаются намного проще а мы пол это система символы вычислений и делать в ней вычисления тип оптимизации численной это полный бред это совершенно бред я для того чтобы это сделать я собрал с папиной работы 22 до стопа еще у меня был один и я еще один у друга взял я не помню какие были процессор но что-то типа там не знаю pentium 800 наверное где-то так вот это это был хороший то есть меня будет 466 celeron и я очень ощущал там где досчиталось у меня и где на pentium на 800 это была печальная история о том что это был неправильный инструмент для правильной сдачи вот а потом моя phd было все на matlab это тоже не не то что чем я горжусь вот к счастью бокалом мастер был хотя бы на си это уже что-то но хотелось бы сказать что вот это все это полный бред и никому это не покажу скорее всего так никогда этот код никому не покажу но все же несколько дней когда они появились интегралы они произошли в моей жизни прикольно а и и и пропи печки еще одна возможно когда гость нашего подкаста рая которая дина знает вот я у нее это мне даже не стыдно признаться у нас был дипломный проект где нужно было написать небольшую и опишечку такую вот с фронт-эндом на php я честно взял ее целиком ура и даже даже в них него никого зарезая не совести что я могу взять код на php потому что я бы никогда это не написал но это главное проставился пивом давить я за ним прочее поставил свое я помню что я я благодарил просто как мог потому что это спасло спасло мой курс по и не помню это были база данных и что-то такое вот в общем я поэтому я не стал дата инженер это не прямая дорога когда ты в дата инженерии я могу поспорить даже не корреляция есть в некоторых случаях был ли уже не уже не пхп но я предполагаю что да никто не обошел эту сторону я не знаю мне кажется у нас не очень статистика полная на четверых людей это недостаточно как там все я только вспомнил это шуточку рассказал сыну наконец-то рассказал сыну про печки пусть лучше от меня узнает чем от 3 от шпаны во дворе новость которая меня зацепила предыдущая новость который меня ну-ка то которая похожа на эту заключается в том что запретили в сша называть реплику базы данных и основную базу данных мастер и слэйв по понятным причинам да и сейчас их называют реплика и и подскажите не помню мы до сих пор так мое время называем я помню новость это был пару лет назад по моему когда гитхаб сказал что по умолчанию новые бранчи будут дефолтный мейн вместо мастер но к слову сказать у нас все мастер например до сих пор и никто не даже и не думает что-то менять но слэйвов нету только мастер как их и не было и раньше как бы не очень понятно так это нет мы не про бранчи говорим а про реплик не я понял понял нужно отменить все остальные биосы кстати в этой связи видимо новость звучит так объединение индейцев добивается переименование проектов апач причем апать ну и неприятно что индейская символика в логотипе и в целом все это в общем им неприятно не нравится и оскорбляет их чувства апач кстати прислушался этому замечанию но сказал что ребят вот такие большие мы конечно постараемся переименоваться но это займет нам некоторое время дайте нам его напомню что апач трактовалась как и патчи сервер то есть сервер полученный в результате модификации то есть никакого намека на индейцев в изначальном изначально трактовки не было интересно это мне кажется долго все проекты их надо будет переименовывать они же все тоже как бы с конкретным именем тот же apache airflow или суперсет они же лицензированы именно под это название поэтому они взяли себе время на то чтобы пойти этим путем интересно до каких масштабов это может дойти тут мне кажется самое главное до каких масштабов дойдет эта история там суде в общественности и так далее если это потихоньку утихнет то они ничего не будут менять а вот если на них будет какое-то сильное давление то в этот момент они что-то будут делать да да забавно что в 2003 году было пояснение что имя выбрано из уважения к индейским племенам apache а вовсе не для того чтобы их унизить возможно их open source недостаточно хорош и поэтому дети не очень хотят иметь с ним какую-то связь то есть то есть apache airflow плохо да ты к этому ведешь не по моему мнению я татарка но но в целом как бы суть этой этого уму заключения была в том что 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 open source там плохо в том числе и в air flow получается так так думаю россии сказала возможно их я пропустил начало может может они на другом на другом уровне ходят понимаешь вот такая вот новость что у вас интересного из новостей что вам понравилось у нас нас и сегодня очень много и мы обсудили по моему три к этому моменту а нас уже выпуск начинает заканчиваться маг кажется у тебя есть какая-то да у меня есть мне кажется можно два блока вставить в конец будет при монтаже один блок яндекс второй блок про наши дипломы так вот я хотел прошлый раз мы говорили о чат бисиджи это забавная такой playground для создания больших презентаций в этот раз мы создали презентацию дита кофе используя инструмент называется tom tom.app надо сказать что этот более такой релайбл решение вот это понимаю что у них есть а пишечка либо какой-то gpt либо чат gpt идея та же самая пишется prompt на какую тему нужно сделать презентацию и дальше презентация содержит себе такие небольшой текст буквы слайда по 8 стандартно и сгенерированный дал и заодно картинки которые якобы соответствуют этому всему тексту вот мы сгенерировали презентацию продай таков подкаст я удивился что в принципе текст я не знаю откуда взял мне очень понравился текст и тому да да тому чем мы занимаемся вот я сгенерировал еще одну презентацию про observability elastic search и это был полный бред то есть он просто хвалил какой elastic search классный вот и что observability тоже классно однако я думаю что можно найти этом применение то есть в качестве там круто не знаю базиса до взять эти вот восемь слайдов и там подковырять и принципе можно уже какую-то скажем так плейграунд для обсуждения дальнейшего иметь возможно я вспомнил про три новости и как минимум две из них я сам добавлял наш списочек одна по поводу увольнений как бы вся история это продолжается на рынке рынок трясет особенно крупные компании которые набирали себе кучу народу во времена к вида сейчас от не от этих людей избавляются или от других но суть в том что еще несколько тысяч по моему 10 или 12 12 до около 12 тысяч сотрудников увольняет гугл это между прочим около семи процентов от штатной численности кажется это немало это просто в дополнение к прошлому эпизоду а две новости других они касаются macos не так техники apple скорее правильнее будет сказать защита первая новость по поводу вышедший ubuntu специально для rm я очень по моему это не я добавлял эту новость я очень удивился что зачем собственно нужна какая-то специальная потому что ubuntu на и rm процессорах уже была собственно я ее активно использую себя локально в через параллелс и ну или в докере например я могу прокомментировать коротко я так понял что там есть гайд как скомпилировать именно себе видимо ядро да и большую часть под именно подарок м2 возможно какие-то ключи компиляции которые типа задействуют магия 2 но я но я подумал что это отличие именно конкретно вот того что в этой новости сказано отличие от того что было в том что это именно под конкретно apple компьютер и можно его возможно установить не уверен насчет вот этой части то есть больше именно конкретно под железо то есть то что мы в параллел с используем но я конкретно это все-таки эмуляция и вот вторая новость это уже я добавлял это я просто любитель почитать релиз ноты иногда и почитал наконец-то про докер на недавно обновившись докер десктоп и там как раз версии 4.16.0 рассказали про поддержку более более как правильно сказать более тесную что ли интеграцию с мак оси и внедрением розетты для linux виртуальных машин и говорят что будет супер хороший прирост к производительности для intel based образов вот всегда интересно этим посмотреть кстати кстати в тему еще виртуализации сейчас еще договорю и кому нибудь его из вас передам слово по поводу того самого finch и от aws которого я очень понравился порадовался и начал активно его юзать в некоторых случаях он не очень хорошо справляется и вся виртуальная машина виснет к примеру значит для того чтобы генерировать видео на наш youtube канал я использую некий кастомный образ который внутри содержит ffmpeg утилитку такую консольную и вот этот образ он не работает через этот finch хотя при этом генерация субтитров работает то есть не не все идеально им есть к чему стремиться но вообще идея в принципе создание каких-то альтернативных докеру приложений лютилит мне кажется хорошая и наверное это все зародилось в момент когда докер сказал что теперь все будет платно для больших вот такие вот интересности что у нас еще есть в списочке на сегодня я бы хотел добавить чуть-чуть по поводу ubuntu для для мака в ридми вот то есть там было написано что вот есть команда компиляции да можешь себе образ сбилдить для для арм м2 помочь специфичный и там есть выше есть по гайд по установке причем это гайд по установке именно на берметал то есть там как-то можно под переразбить диск и прям поставить такой операцию пер я не знаю как это работает я хочу найти youtube видео где-то прям показанным потому что я пока к лица не верю ну вот есть это так то может быть я прошу маг на работе понятно все с тобой а как же драйвера и вот это вот всего под видео или у тебя все равно видимо в этом то есть а видим в этом и суть что типа а там есть там там есть это да плашечка что работает таким был тус так там вайфай стек и тогда наверняка это все пока так на коленочка собрано это сама круто вопрос остается зачем но да кстати у меня ubuntu в очередной раз и и еще в одной виде одной виртуальной машины появилась не поверите с какой страны со стороны того что под windows надо было запустить air flow наш рабочий вот и у нас это все только через wsl работает для тех у кого windows и соответственно там как раз у всех ubuntu и надо было решить один вопрос и вот он таким странным образом решился а вопрос короче вот с чем был сейчас я расскажу вопрос был со странным поведением сети между wsl и хостовой windows системой сеть пропадала просто хаотично мы перепробовали кучу разных способов в какой-то момент помогло помогла установка вручную ip адресов внутри ubuntu и вот windows network settings все заработало но после перезагрузки или там еще через каких через какие-то манипуляции опять все перестал работать и этот способ дальше уже не помогал и эта штука короче держалась примерно я не знаю несколько недель а у этого человека ему когда уже впритык приперло использовать air flow и надо было делать разработку в нем короче вышел патч от microsoft который все волшебным образом починил то есть мы думали что это проблемы конкретного конкретного компьютера потому что у всех остальных все работало и ни разу никто с такой проблемой не с не сталкивался а вот все-таки microsoft что-то починила подкрутила все 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 завелось я тоже тут выступлю с новостью ну как это не новость на самом деле просто наткнулась на крутую набор утери так называется modern unix возможно возможно какие-то альтернативы уже давно были но я пользуюсь стандартным терминалом обычно а тут мне прям зацепило два момента первое ну там набор стандартных линуксовых утилиток например вместо кат используется бат вместо кат используется в этом вернее который подсвечивает синтаксис как бы там интеграции с гитом ну то есть такой стандартный синтаксис лсд вместо лс тоже с красивым синтаксисом дельта вместо div get div и ну там очень большой набор утилитного вот последнего про который скажу это даст вместо do которая очень аккуратно красивый по папочкам показывает где сколько места заняты это то чего прям супер не хватало то есть просто идешь по папку по всем вложенным файлам и ищешь там ищешь ту огромную на несколько гигабайт логовая что ерунду который который случайно да 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 что нибудь куда налились логи в них каких-то супер больших количествах которые зажрали всю память в общем я себе поставлю вот скорее всего сразу после подкаста потому что выглядит ужасно круто я пользуюсь батом уже давно и штука конечно отлично то есть он подсвечивает очень много разного синтаксиса прям удобно единственное неудобно в бате то что может быть я не разобрался есть нужно что-то скопировать мышкой при первом скопировать мышкой из вывода бата то он если выводить по дефолту номера строк слева да то они тоже затрагиваются в бутер но там можно их отключить но уже проще к этому сделать тогда но в остальном очень удобная штука т.к. как же vim или vii что вот это но только не говоришь ты не знаешь как из него выйти подожди не знаю просто снимаешь терминал на самом деле я всегда использую кат с гребом то есть что если мне нужно что-нибудь вывести погребать прикольно прикольно блин интересно через брю можно это поставить набор утилит или ну скорее сюда компилить что-то вот мне очень дуф понравился я дуф на него смотрел давно вот действительно обновляется на самом деле уже не в первый раз увижу там же еще фишка была в том что они все эти альтернативы df дуф прям очень нравится и еще там по-моему еще у себя уже ставил правильно понимаю а ты его себе уже нет я хочу поставить я хочу поставить дуф и брут это такой брут вместо рута да а тут есть jq написано что этот сет для джейсон файлов юмор еще в том что мы сейчас вот закатом подкаста как раз обсуждали я говорил что мне не хочется ставить тянуть джейки в какой-то докер образ вот и как же сделать то же самое на седом и упасил чат джи пяти это умеет в ваш тоже вполне себе ого неплохо а еще из нас и из названия понравилось что history стандартная заменили на макфлая никогда этим не пользовался history history в смысле посмотреть который ты писал час до ваще него такой или там контис сэйдж посмотреть там может какой-то мой 5 адрес там подзабылся очень так что вы все забываете записывать него половина команд у меня фиш все записывать не знаю не знаю но все там где нужны айпи адреса я обычно сразу иду и себе в zhrc файл сразу закидываю алиас чтобы он все делал чем не надо там пойти на прод сервер air flow номер 2 просто пишу там air flow 2 прод он мне все вбил и ссс чат gpt пишешь просто забери сделай все за меня это ему надо знать где сервера находится тут ему нужен доступ отдельно организовать это да прикольно я он недавно относительно недавно в чате узнал что все вообще команды сидений не пользуются это ядин как лох хожу значит сиди просто имя директории все пишут и переходят а это где так можно в zh можно в zh точно можно после того как мне паша фенкельштейн рассказал об этом я это включил и забыл вообще эту проблему а вы это обсуждали это обсуждали но это как бы zh фишка между прочим а если у тебя каталог называется кат вот что то все просто значит когда ты пишешь имя дальше жмешь tab и он дел дает тебе подсказки если это директория то он в конце слэш добавляет соответственно ты перейдешь директорию если это приложение то то без слэша он запустит это приложение ну как бы обычный позик шелл он такую штуку не поддерживает это это не пользуется какая штука позик совская штука скажи мне об этом я на макосе сижу что что-то начинает какая позиков ну в любом случае то есть даже в обсуждении с пашей в чате там обсуждали что эта штука является плагином zh то есть это далеко не стандартно но вот то есть к этому бунте ты же ты же пишешь сиди по-честному правильно мне вот стал я честно говоря настроил и забыл и бета все просто как окно секундное такое дело было и теперь как будто я всю жизнь этим и пользовался я не знаю как в убунте хочется теперь посмотреть как бы обычные если вы будете поставить зато сеть что будет все работа не знаю возможно я и но если это плагин для zh туда но но мне показалось супер удобно я как-то а про бы вопрос вообще начался когда я начал в чате спрашивать с того что я все время сиди . . пишу и у меня под под ну и из этого он низ низ не хавал короче эту команду я под это сделал алиас специальный в в rc файле чтобы сиди . . равно значит сиди пробел . . чтобы он у меня мог съедать это и тут мне паша такое что ты мучаешься выбери вообще этот сиди из уравнения все будет работать как такие дела ничего не могу сказать а короче по поводу раз мы терминал немножко затронули я еще хочу сказать что я установил неделю назад новое приложение на нашем столь популярном электроне который называется hyper это значит замена терминала написанной на электроне с очень красивыми шрифтами вот я я так прям доволен и я неделю это пользую мне все нравится единственное я к своему стыду а не нашел как переключить на дневную тему на на light на светлую то есть у меня везде вроде настроена светлая но конкретно в этом приложении темная возможно за счет этого мне она и нравится не знаю но шрифты там правда очень классно вот на себе тоже ставим угупать или шрифты обалденно выглядят меня смущает то что он электроне но по моему и проблем не было он летает ну как бы да я хотел к этому добавить что я тоже нашел терминал на плюсах называется контур вот я очень не попробовал сколько байт он весит надо посмотреть сколько весит вот хочется попробовать хотя большинстве своем я знаю что если она буду пользоваться дефолтным то что в экспрессе стоит и я думал то что на удаленном сервере установлено ну или тогда вы не используете ли ремонт доступ к каким ну то есть если у тебя локально терминал то ты можешь под ним подключаться и к удаленным серверам иногда на некоторых значит в некоторых структурах или компаниях делают удаленный доступ к какому-нибудь рабочему месту и уже оттуда надо это запускать и там не всегда бывает возможность установить софт ну бывает ну ну я вот сегодня выяснил что в рэдхате нету докер я не знал про это в принципе вообще нет восьмом кубку было мне он есть не он ну да вот он прикол что говорит дай мне докер нет у меня докер поставить докер хорошо тебе поставлю докер но для запускают докера но мне гид докер это алиас для подмана а все команды докер типа докер он это подман ран я начал окей а что будет если напишу докер пробел композ потому что как бы я докер тире композ уже не пользуюсь давно потому что как бы это стало одной до команды вот он говорит типа нет у меня такого вот типа подман композ я не умею вот его после этого иначе изучаешь что же такое то и вот можем следующий раз обсудим не знаю подробнее почему радхат айби а вот почему они отказались от от докера в пользу подмана основная идея том что докер жирный большой пытается сразу на всех стульях усидеть а подман это там только типа и например контейнер где дает с чем-то вот точно намного тоньше чем чем докер пытаешься во все и сразу вот но и есть поддерживаем сообществом подман тире композ который вот что-то подобное делать докер композу но в этом предстоит разобраться в общем это как раз тот случай когда оказался на машине с радхатом и не знаешь что делать прикольно прикольно слушай я не знаю может быть они с точки зрения лицензионных платежей это когда-то изначально начали делать хотя под линуксом это же open source ой не open source но но как бы свободно распространяемая по один из пунктов статьи до что докер идет в коммерциализации активное это тоже интересно интересно будет эту тему поизучать так что у нас что-то осталось еще в списочке на сегодня у нас очень много серьезно он у нас очень много новостей но кажется мы уже выходим за пределы нашего тайминга ну ладно один ты может и что-то что-то озвучишь что мы перехватили своими голосами так я это и была моя новость заглушили ну не знаю и если есть что то еще что кто-то хочет сказать давайте на самом деле очень много всего но конечно же вот что надо сказать обязательно без этого нельзя оставить ни один наш подкаст это два дума первый дум который сделали на майнкрафте и он реально похож на настоящий дум просто потому что он настолько же в себе видный и это прекрасно а второй дум сделан в тюрьме как он называется системный терминале да то есть как кто-нибудь у кого-нибудь есть перед глазами то что 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 это как как это в термины начал человек сделал где поняла порты вульфа под старые старые господи настройки графики под cj это 16 желто зеленый или что что там было в я я не буду варить надо смотреть то есть на на гитхабе там есть нам скрины гифки даже того как это выглядит вот единственная проблема что я хотел прям думаю перед подкастом запустить но увидев там бат файлы я как-то застроился я почему-то был уверен что это будет что-то линуксовое но но нет как искал бат файлы я подумал что для той утилиты бат отлично подходит вот лишь какой-то древний я тоже хочу западать за бат файлы бат это же почтовик а вот еще еще видишь там ушли нету смысле именно в виндовый скрипты я удивился все поведу было слепо но вот так прикольно прикольно и там есть и шью и там отлично и шли на гитхабе это то что пожалуйста введите режим 800 на 600 или социально 480 black and white кто-то очень хочет вот так поиграть прикольно видимо спектрум лайк олья кстати на этой неделе у меня есть теперь нинтендо свитч и я я на этой неделе поиграл немножко в doom 64 еще немножко поиграл значит borderlands что пока больше затягивает надо признать во вторую первую там еще и ну там есть серии там еще какие-то при при сиквел что-то как-то есть еще какой-то ну короче я да я просто вот в обычную первую начал играть и еще я поиграл факторио по сети со свитча я очень был рад что факторио есть под него но и наконец самое как вы думаете самая популярная игра у меня сейчас на приставке нинтендо свитч какая ну давайте вот марио так хороший вариант а еще есть хардкор не что-нибудь да 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 сейчас я подумал ну как вот человек который купил нинтендо свитч со всем многообразием игр в библиотеке с поддержкой всего там куча всяких нинтендо 64 поддерживается супер нинтендо сега игры есть и и нативные свитчовые там и sonic нет самая популярная игра у меня на приставке это тетрис ребят тетрис тетрис даю гадаю ты мне играешь когда слишком скучно не 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 настолько наглею но но часто короче это самое популярное приложение вот наверное можно на этом закругляться сегодня рад был вас видеть ребята жаль что женя не присоединился сегодня но я надеюсь присоединиться на следующий эпизод уже окончательно вернется к нам под до новых встреч услышимся через неделю всем пока пока пока